МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Двукратный чемпион мира по панкратиону, а также Азамат Маркабаев. Оба они чемпионы Азии по ММА. Добрый день, молодые люди. Добрый день. С победой вас вы защитили достойно, выступили, защитили честь Казахстана на международной арене спортивной. И хотелось бы более подробнее узнать, как проходило это мероприятие, насколько трудно было принимать в нем участие. Какой первый вопрос к вам? Где проходили? Насколько представительным был сам турнир? Чемпионат Азии по ММА проходил в Южной Корее, город Хвасун. Очень хорошее местечко они выбрали. По организации все четко сделали, все моменты были оточены. Вообще понравилось. Я на таком чемпионате, если честно, еще ни разу не был. До того все было организовано. Все такие доброжелательные. Участвовало семь стран. Южная Корея выставила две команды, так как они организаторы, имеют право. Но Казахстан показал себя первое общекомандное место. В художественной гимнастике гегемоны – это, конечно, Россия и Китай, как и в фигурном катании. В теннисе тоже есть свои законодатели. В ММА кто считается непобедимым? На чемпионате Азии мы уже три года выступаем, как открылась федерация, азиатский дивизион. И трижды мы, Казахстан, стали чемпионами Азии, общекомандом в зачете. А вторые и третьи места обычно варьируются. А в мире мы третий год уступаем России, то есть занимаем вторую строчку рейтинга. На азиатском континенте получается нет равных Казахстану, вы хотите сказать? Да, так и есть. Азамат, с кем приходилось биться и насколько легкой, либо трудной оказалась ваша победа? Первый бой у меня был кореец, местный боец. Я его выиграл болевым приемом. Хороший боец был. Потом Узбек был. Но он, Узбек, до этого выступал в высшей категории. Он до этого дрался. Но я его тоже выиграл. Но с ним пришлось два раунда подраться. После этого только выиграл. Третий финальный бой у меня киргиз был. Киргизский боец. Сильный ударник, хороший бьет. Борется не очень оказалось. Я его забрал в борьбе и тоже выиграл его. Все ваши мечты и цели были выполнены, в том числе и наставление тренера. Да. Вы говорите драка, дрались и сразу возникают ассоциации, что это травмы можно получить. В этом плане очень важна помощь, наличие спортивной медицины. В Актюбинской области насколько она хорошо развита? Вопрос вам. В Актюбинской области спортивная медицина. То есть мы проходим ежегодно дважды физдиспансер. Это у нас обязательно. И на каждом турнире мы практически выступаем раз в полтора месяца. И на каждом нужна справка от врача, виза врача. И страхование жизни, здоровья. Это обязательные условия. А также по ММА мы проходим гепатит В, С и ВИЧ. Это тоже обязательно. То есть можно сказать, у кого есть проблемы со здоровьем, они не имеют права, они могут выступать по этим видам спорта. Травматичный вид спорта, правильно? ММА. В этом плане, когда получаете травмы, есть ли помощь, на которую можно рассчитывать? Скорее всего, я это имела в виду. Как заживают раны? Связки потянуты где-то, возможно, за какой-то перелом? Ну, лечимся. Ходите по народным знахарам? Или все-таки есть у нас спортивная медицина? Нет, медицина есть у нас. Есть мануальные терапевты у нас в Атланте, работает тоже. А также физдиспансер помогает, когда мы обращаемся. Некоторые физиолечения проходим. Но этот вид спорта не такой травмоопасный, как бокс или, например, даже футбол. Они в рейтинге по травмоопасности стоят выше, чем ММА. Ну и травм можно избежать, соответственно, если к тренировкам подходить с умом и знать точки соприкосновения и при случае избегать их. Скажите, пожалуйста, очень часто активно муссируются разговоры о допинге. Очень многие спортсмены, в том числе и Казахстана, из-за этого не были допущены к Олимпийским играм этого года в Бразилии. В вашем виде спорта тоже проверяются спортсмены, на наличие принимали они, скажем так, стимуляторы или нет. Вас как часто проверяют и ваши отношения вообще к допинговому скандалу этого года? Ну, допинговый вопрос – это такой актуальный вопрос сейчас. Как вы сказали, было много моментов на Олимпиаде и перед Олимпиадой. Многих не допустили. В нашем виде спорта – это тоже такой частый вопрос. Сейчас в лучшем промоушенном мире все чемпионы меняются, потому что ловятся на допинге. У нас также на крупных соревнованиях до и после проверяют на наличие допинга. То есть это тоже очень чревато, если тебя, не дай бог, не допустят на чемпионат Азии или на чемпионат мира. Вы хотите сказать, что вопрос допинга не политизирован, он действительно имеет место в этом? Да, имеет. Конечно, если человек, у кого поймали допинг, нашли допинг, то это сверхчеловек считается. Он в полтора-два раза сильнее обычного спортсмена. Это уже всем ясно, это очень травмоопасно. Если первый человек, который не принимал допинг, если он бьет с какой-то определенной силой, 500 килограммов, например, то тот бьет 750 и даже тонну. Человеку, который, скажем так, БАДы принял, мягко говоря. Конечно, это же можно убить же. То есть это такое, ну я не знаю, спортсмен должен думать, куда он идет, или ему нужны такие варианты. Тем более у него есть побочные эффекты у любого допинга. В Ак-Тубе ММА, этот вид спорта, насколько активно развивается? Много ли у него последователей Азамат? Да, хорошо развивается у нас. У нас сейчас в Ак-Тубинской области открывается много клубов. Сергей Мороз ведет у нас. Вот Уйта Дазаев. Я веду тренировки. Подтягиваем, организовываем соревнования детские, грэплинги, борьбы мы организовываем. Сейчас хорошо ведется. И наш тренер Шопут Вайбек хорошо нас поддерживает. Все во главе этого человека. Очень странно вообще слушать спортсменов, которые не привыкли выступать с заготовленными речами. Ну, не заготовленными, может быть, у которых автоматически это выскакивает. Спасибо Акимату, спасибо нашим тем, спасибо нашим всем. Лично я это не приветствую. Но, тем не менее, мы поздравляем и спортивных функционеров, и тренеров, ну и, конечно, Ак-Тубинскую общественность, которые прекрасно понимают, что такое ваши достижения. Потому что только благодаря спорту, науке и культуре мир познает о той или иной стране. Поэтому спасибо вам за ваши усилия и вашу победу. С вами Баляк Морал Майкузова, Гойтида Зайф, а также Замат Маркабаев, чемпионы Азии по ММА. Всего доброго.